здравствуйте зрители моего канала я давно уже хотел все таки пройти готику третью но все никак не мог решиться и все таки сегодня я решил наконец-то я ее пройду вот почему не мог решиться ну игру я эту довольно таки сильно боюсь на самом деле я уже планировал даже ее пропустить от то есть перескочить и сразу же пройти четвертую часть готики и лежишь и начать срезанов но потом подумал решил что нет наверное сюжет как бы немножко важнее вот и может быть здесь сюжет и не такой прям приятный как у первых двух готик да но все же считаю довольно таки достойный вот и к чему я в общем боюсь я эту игру на самом деле поэтому так долго решался ее проходить вот давно уже говорил что я ее пройду из даже отснял какой-то ряд видюшек которыми я буду рассказывал кем я буду играть как я буду играть и так далее и кто захочет посмотрите в этом плейлисте выше вот я также показывал плюсы и минусы различных классов которые можно прокачать в этой игре вот почему боялся но потому что игра сложная и длинная кто скажет что она нихрена не сложная но так поиграйте в нее с альтернативным балансом и на высоком уровне сложности покажу да что он вот меня ой не туда сложность самая высокая вот да когда я в первый раз играл в эту игру я играл на легком уровне сложности и тогда еще не было альтернативного баланса игра была довольно таки сырая очень баганая волки пещерные помню которых нужно было убивать они к сожалению были в стенах их невозможно было оттуда достать и квест выполнить было невозможно и таких квестов было еще это просто то что я вспомнил сейчас они были вот и без альтернативного баланса это не игра это какой-то просто имба пролетание игры ты можешь стать лучника воина магом кузнецом алхимиком вором и все это вместе взятых и просто ходил самый крутой в броне рубал всех самым крутым мечом и грубо говоря еще испепелял всех магией то есть это было немножко нечестная игра вот и не так интересная хотя по сути дела интерес все же оставался в плане того что ты попробовал все в этом случае если ты играешь альтернативным балансом то к сожалению придется играть кем-то конкретным возможно даже придется игру проходить несколько раз чтобы поиграть и магом и воином и лучником и в общем-то всем кем хочешь вот но игра слишком длинная она такая же длинная как допустим skyrim или oblivion вот или мара винт да то есть это те игры которые я также боюсь проходить особенно мара винт вот если skyrim и oblivion я еще проходил его текут третью свое время я проходил правда на тяжелом уровне сложности немножко не до прошел хоть и везде говорил что прошел ее полностью но нет там я освободил очень много городов но в конце концов просто навсего блин слишком длинная игра и немножко поднадоела и я там где-то варанте где-то там ас по моему если не ошибаюсь остановился дам и забил на легком уровне сложности проходил возможно даже пару раз но это слишком легко и не интересно особенно без альтернативного баланса но скажу честно с альтернативным балансом даже на легком уровне сложности довольно таки проблематично очищать города что дает альтернативный баланс повторю еще раз во первых он балансирует изучение заклинаний раньше можно было без альтернативного баланса не раньше вообще без него можно было выучить самые сильные магические заклинания и просто хотите им иметь всех убивать сейчас же с альтернативным балансом так сделать нельзя приходится изучать ненужные скиллы ненужные заклинания чтобы потом учить те которые нужны также с этим балансом интеллект противников в плане боевых действий намного стал качественней и теперь противники намного чаще защищаются блоками если раньше можно было их просто закликивать кнопкой просто кликаешь 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 и они умирают то с альтернативным балансом хрена с 2 ты так убьешь он будет держать блок пока ты не сменишь тактику битвы вот что ним намного сильно увеличила интерес к битвам ближнем бою вот так же нельзя сразу помню я раньше мог вот прям буквально один город очистил до причем очищать его можно было на легком уровне возможно даже на тяжелом тоже самое просто становишься в дверях и косишь всех просто закликиваешь кнопкой и десятки орков падают на тяжелом уровне сложности возможно не все так легко но мне кажется там особо тоже разницы нету потому что опять же таки противники не блочат удары вот даже на легком уровне сложности с альтернативным балансом такое сделать невозможно они будут просто блочить и ты никого не убьешь из блоков они кстати очень часто используются такие хитрые удары чтобы ну короче не дадут они тебя покликать вот значит после того как я освободил первый город я сразу же купил броню паладина причем у меня даже хватило на нее денег вас альтернативным балансом даже если ты освободишь блин 23 города ты броню не купишь нужно освободить намного больше вот потому что там идет ограничение препутации вот и по цене такое большое количество денег собрать очень сложно да конечно в этой игре существуют баги из-за которых можно заработать деньги вот можно реально бага юзать но сказать что это готика 3 такая бага на я бы не сказал такие баги были и в первой и второй готики и даже модифицированных первых-вторых готиках я он проходил у меня есть на канале прохождение и они были я старался ими не пользоваться но они были вот в первой готики кто помнит можно было прыгать с любой высоты с помощью поворотов впадать и не разбиваться вот в первой же готики по моему можно было бесконечно покупать бесконечно нет это по же не то чтобы бах это такая волос механика игры можно было покупать прям везде пробежаться из купить заготовки мечей по моему они респали через несколько дней после сна то есть ты можно было спать 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 и заготовки потом скуплять и ковать их и в общем-то этих денег хватило чтобы купить блин все в этой игре по моему если не ошибаюсь могу конечно ошибаться вот очень хороший заработок был плюс еще я скажу то что заготовок можно было купить штук 20 а мечи сковать 25 30 просто закликивая во время ковки мечей начале на одном то есть на разогреве потом на ковки потом на значит на там как его на заточки да то есть на сам а потом на конечно называться когда воду окунаешь короче вот нас тужане или на закалки тоже можно было много-много-много раз кликать и в конце концов у тебя выходила мечей намного больше чем ты купил заготовок тем самым ты зарабатывал намного больше денег и можно было купить больше заготовок чтобы еще раз тоже самое сделать вот то есть баги были всегда и вот от них никуда не избавишься и то же самое во второй готике было можно было бесконечно скупать заготовки если ты идешь через наемников или даже по моему без наемников можно было скупать заготовки в лагере повстанцев да не помню как там его звали блин мой не помню уже не скажу в общем лагере повстанцев лагере наемников можно было реально скуплять заготовки и ковать из них мечи продавать их обратно этому в главном хоринисе в главном городе хоринисе продавать кузнецу да если ты его ученик то есть баги были всегда вот книги забвения вернее заклинания забвения это своего рода баги и можно было чудить просто адские вещи избивать различных там богачей и кидать на них забвение забирать у них деньги в короче то же самое здесь здесь есть несколько некоторые баги вот так же могу напомнить сколько я перебил врагов используя всякие там камушки всякие там препятствия перелазил через стены бегал по крышам блин в общем это все и активно использовал вот хоть и старался меньше бага юзай да но активно использовал и дело в том что здесь я буду также использовать активно баги игры вот то есть я буду проходить без четверства но используя баги в основном конечно для того чтобы разбогатеть вот но естественно первый баг который я буду использовать это крыши что ли во время начальной начальной начального прохождения игры именно в первом городе давайте наверно чем я активнее расскажу об этом уже позже вот но так я все за свои сохранения по удаляю сразу скажу я тут даже не так проходил как проверял запись и у меня сейчас новая механика записи потому что вырубают частенько свет я решил не записывать в mp4 потому что mp4 потом хрен восстановишь поэтому возможно качество будет немножко хуже чем обычно но прошу прощения так уж получается новая игра с альтернативным балансом да и я поподробнее расскажу о первом баги который есть в этой игре надеюсь мне вообще было слышно что этом говорил потому что как-то громковато музыка играла кстати вот эта видюшка есть аналог ей в интернете я находил вот она была типа с озвучкой что ли нахрена сюда озвучку пилили я не знаю без озвучки здесь все понятно все четко готика третья кто помнит прохождение второй готики моей вот мы там закончили тем что мы на кораблей плыли на специальный остров убили там костяного дракона и вот мы плывем уже на нем почему-то не возвратились обратно как обещали лорду до хориниса лорда паладина а почему-то поэту болит плыли в миртану короче если меня плохо слышно это не столь важная тут на самом деле на самом деле важно на самом деле важно не мой голос а сама игра соответственно вот как оказалось в миртане какие-то орки причем они тут явно немножко выглядят по-другому они здесь более умные они уже не стадо дикарей аборигенов да а вполне нормальные говорящие на человеческом языке орки организованные и так далее решением короля было создать купол как был в первой части в этот раз конечно он у них получится нормальным на самом деле не таким как был на острове хоринисе в первой части где они где вмешался древний демон спящий который взял и но он вмешался и тем самым купол увеличился в десятки может даже в сотню раз в планах было то всего лишь шахты окружить магией а получилось так что они окружили целый остров почти целый остров целую часть большую часть острова вот мы тут приезжаем и в шоке просто я в шоке что за хрень что эти орки творят блин а у них тут целое рабовладельчество орки похоже кстати на не помню как зовут этих тварей которые были в пятом элементе так не будем эту фигню читать кто захочет на паузе почитает и я кстати почитаю я немножко отбегу вот немножко отбегу я сейчас вернусь на самом деле вот тут такая фишка на самом деле в этой игре я уже про не рассказывал вот что если отбежать и то есть если ты чего-то не видишь что этого не существует есть я не вижу драки то значит ее нет вот есть несколько способов прохождения вот на самом деле на тяжелом уровне сложности первый способ это бросаем всех бросаем эту нашу толпу бросаем наших друзей и идем дальше идем обычно в ну тут на карте не посмотреть опять же таки кто захочет почитает эту всю фигню здесь формулы бла-бла-бла кулинария и прочая фигни тень я в этот момент сохранюсь первое сохранение сделаю свое и пока что поговорю немножко так здесь у нас есть заклинание заклинание которое может выучить наш персонаж вот здесь наш инвентарь все вещи которые я мог собрать опять же таких кто захочет почитаете вот они будут расположены и рассортированы по делениям оружие щиты и всякая фигня так магия так здесь у нас есть умение то есть это наше умение таланты как написано при которых я могу быть в либо воином либо магом либо кузнецом либо вором и так далее вот на них тоже немножко попозже а здесь у нас есть а это вот мы читали рецепты вся фигня карта местности и вам последнее это задание здесь мы можем посмотреть задание и миссии так вот значит мы сейчас примерно вот тут ардея ардея да вот обычно сразу же бегут в пустыню собирает там таблички вот чтобы апнуть себе апнуть себе какое-то количество древнего знания в моем случае 50 и выучить быстрое обучение вот такие от планы на самом деле есть такое да есть как я показывал в интернете это мои самые старые видюшки кстати когда я их снимал это много лет назад было больше по моему трех лет или четырех на то время еще в интернете не было ничего про готику третью очень мало информации на самом деле вот и соответственно я один из первых кто вообще снимал что-либо про эту игру на высоком уровне сложности с альтернативным балансом больше таких людей не было я уже тогда показал другой способ чтобы получить быстрое обучение нужно вкачать 6 уровень на самом деле 6 5 уровней садить в древнее знание 50 и еще один уровень садить в быстрое обучение то есть нужно ровно 6 левелов где-то взять вот я обычно эти 6 левелов тогда набивал на дуэлях вот дуэли они особо не влияют на сюжет поэтому это было довольно таки интересно а дуэльки такие были во всех городах на самом деле тупо во всех городах начиная с редока капдуна монтеры вот и он во всех во всех тупо городах потом во всех городах бен салал идет все городах пустыни вот были дуэльки я по ним путешествовал и набивал 6 левелов после чего я опал еще немножко левелов учил такие интересные заклинания как сон вот чтобы выучить сон нужно было выучить телекинез где он тут телекинез также учил ледяное копье и уже с помощью ледяного копья тащил вот потом я прокачивал довольно таки много дал довольно таки много древним магии до древних знаний учил такие заклинания как вызов молнии или метеорит down 240 230 древнего знания и уже с таким количеством древнего знания я блин закрыл приходил уже сюда в это селение до в это селение напомню что это арди ардея вот и только тогда уже очищала этот город но в чем минус такого такой такого появлять такого способа в том что мы теряем сюжет как ни крути я хочу проходить сюжетом поэтому второй вариант это к сожалению на высоком уровне сложности это прямо во время игры в настройках сложности просто занизить скорость на минимум но я не буду это делать а вот занизить на минимум и после чего после чего очистить город обычным закликиванием орков да и после этого можно спокойно как сказать менять сложность обратно на высокий уровень сложности и проходить уже на высоком уровне сложности тогда мы получается не теряем сюжета и проходим я вот именно так и хотел на самом деле пройти от буквально вчера но потом думаю блин ну я же хитро сделанный поэтому есть на самом деле варианты намного проще есть лишь варианты пройти игру намного ну как бы просто где-то забагать да я такие варианты нашел на самом деле так я вытащу меч вот кто захочет почитайте про это есть лук кто захочет почитайте про это вот я уберу нафиг факел потому что он будет мешать меня значит есть места как я уже кстати рассказывал что пока я ничего не вижу ничего не происходит то есть вот там где-то вдалеке где-то вот там вот вдалеке вот примерно куда я показываю есть так называемые вот драка да но пока я их ее не вижу рабочие будут в порядке есть несколько мест где можно спрятаться первое место это запрыгнуть вот сюда то есть меня здесь уже не тронут ну блин это конечно чувак очень сильно хочет меня тронуть но у него это не получится есть правда сюда залезть очень сложно есть вероятность провалиться на самом деле ладно ничего страшного я покажу еще раз этот орг активно хочет меня убить но я сохранился поэтому ничего страшного можно нечаянно провалиться вот сюда в принципе тоже неплохо но и вылезти чтобы отсюда нужно просто контролом зажать и вылезти еще конечно очень хороший вариант если запрыгнуть на этот забор на чистокол на нем тоже очень хорошо но из минусов из минусов я скажу один минус в планах у меня было так я должен буду стоять и ждать пока кто-нибудь из моих друзей не раскоцает очень сильно орка и потом добить его слуга это очень хороший план но проблема заключается в том что с этим планом к сожалению не получается как видно было орки скапливаются возле меня и увы я не могу следить за жизнями этих орков потому что они находятся намного ближе и мешают моему обзору я могу продемонстрировать это в принципе не столь прям важно еще с эти один баг очень важный я его кстати только сегодня обнаружил я знал о нем раньше но просто как-то использовать я его не видел смысла болен на самом деле сюда очень сложно забраться вот сейчас какой-нибудь по арбалетчик понятно болен лучше зараза как видно короче как видно очень сложно на самом деле туда забраться в общем ладно придется вам поверить на слово и не буду на этом заморачиваться но дело в том что мешают эти орки на самом деле два или три орка все равно прибежит меня убить и они будут там стоять и мешать обзору моему вот второй вариант я решил все таки выбрать крышу на крыше все таки вариант получше забегаем вот сюда залазим на крышу и уже с этой крыши орки буду скапливаться здесь как видно они мне мешать не будут я же в свою очередь имею возможность следить за жизнями врагов но из минусов этого места в том что я вижу и те битвы а как я раньше говорил если я чего-то не вижу этого не происходит и боюсь все все значит крестьяне да вот эти все рабы к сожалению умрут мне этот вариант не очень устраивает поэтому так крыша выглядит намного приятнее на нее можно либо отсюда было запрыгнуть ну на самом деле это у меня впервые раз не получилось на нее запрыгнуть довольно таки не сложно там запрыгивать либо запрыгнуть вот отсюда или отсюда или сутой хрени вот и держаться на этой крыше довольно таки сложно но это в принципе с практикой с практикой придет можно на нее тут встать вот так вот аккуратно становиться брать лук и следить вон допустим чаще всего я слежу за милтоном как ни крути милтон почему-то намного быстрее убивает врагов чем все остальные вот но отсюда сложновато попасть поэтому как вариант я выбираю вот тут вместо на самый краешек становишь блин становимся на самых краешек где нибудь здесь или на краешек тут и отсюда довольно таки удобно следить вот допустим как деревца горн вот этот разведчик уже скоро умрет опять же таки мешают эти разведчики есть вот такая вот особая способность вернее не способность а что нужно сделать нужно отвести эту всю толпу за собой чтобы они сдались здесь стали здесь вот и они не будут вам мешать здесь единственное что нужно берегтись это лучников но против них особое вот и смотрим вот этот разведчик практически мертв ну ладно он какой-то неуловимый обычно я жду пока милкен кого-нибудь раскоцает или горн или или диего блин ну я не успел вот ну короче смысл понятен я буду стоять здесь и фармить но сейчас я это делать не буду вот вернее вот прямо сейчас продолжать потому что там есть еще один баг который я часть уже понял как использовать дело в том что нужно почаще сохраняться после каждого убитого и как то и так получилось что если сохраниться и загрузиться то то на самом деле все персонажи которые вокруг автоматически лечатся я раньше этот баг терпеть не мог потому что он мешал мне грубо говоря дуэлица то есть когда я дуэлюсь и почти почти победил и чувствую что я сейчас тоже могу почти почти проиграть я сохраняю загружаюсь у меня хп не восстановилась у врага восстановилась полностью вот такая вот фишка вот еще способ я использовал но тут к сожалению так не получится потому что надо быть чуть посильнее если встать вот примерно вот тут далеко то всего лишь парочкой воинов вот допустим на данный момент только вот это да будет роняться все остальные замирают и не дерутся вообще у них хп не падает вот иногда бывает имеет смысл немножко подойти ближе и иногда так везет что один из разведчиков побежит за мной сейчас не один из разведчиков почему-то не хочет за мной бежать вот выманиваем одного из разведчиков убиваем его там потом выманиваем второго разведчика убиваем его там ну это вам несколько к сожалению не убить поэтому ну вообще они смертные он разведчик как раз таки вышел ну блин это демонстрация на самом деле поэтому вот после того как всех кого-то убиваем не забываем сохраняться и сразу же загружаться чтобы всех всех воскресить ну то есть всем восстановить жизни потому что такое бывает что 2-3 моба 2-3 орка раненых и я не успеваю просто сразу 2-3 убить и поэтому лучше перестраховаться и убивать все таки по одному у меня бывало такое что 3-3 орка подряд убил с лука с крыши но такое бывает крайне редко бывает все таки одновременно и милтон и горн кого-то убивают а я не могу ничего сделать потому что к сожалению одного убивая второго убивает допустим милтон и мне не дается опыта тут же очень важно опыт это все таки не легкий уровень сложности а высокий хардкорный вот что начнем начну новую игру опять же таки чтоб не было вопросов сложность максимальная я начну новую не буду загружаться в этом нет необходимости но уже видюшка первые пропущу естественно я на всякий случай проверил слышно ли меня вообще меня слышно но опять же таки напомню что голос мой совсем не важен главная игра главная озвучка это игровая озвучка я тут не играю а я грубо говоря показываю зрителям как жить в готике потому что игра это такая где люди живут существуют они так в нижней части экрана быстрый доступ а вла 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 вы можете использовать это понятно это я понял хорошо отбегу сохранюсь причем на том же самом сохранении что и было вытащу меч почитаю про мечи вытащу лук почитаю про лук потому что к сожалению это будет мешать вот открою инвентарь почитаю про инвентарь беру факел еще раз сохранюсь потому что она была сохраниться именно вот сейчас а не тогда когда я первый раз сохранился и займусь тем что залезу на крышу буду выпасать как делился милтон и убивать орков как я в общем то и рассказывал ну либо милтон либо кто-нибудь из этой компании да милтон уже разнес моба вернее орка к сожалению у нас умрут некоторые разведчики о вернее рабы милтоновский самый раскоцанный есть конечно этот разведчик он вроде бы так как тоже раскоцанный да и он находится ближе всего но буду старать милтоновского убить вроде бы я отсюда вижу как дерутся друзья и наверное все таки и там потеряю некоторых прицепился ко мне разведчик не дает мне нормально жить и пришел лучник арбалетчик боюсь отсюда я милтоновского орка наверно не убью а есть сразу же сохраняюсь наверно не здесь в новое сохранение сохранюсь и если получится попробую убить горновского еще хотя нет наверное сразу же загружусь потому что не хочу чтоб умерло много рабочих на самом деле именно рабов крестьян и покажу что я имел ввиду когда говорил о том что потом при загрузке все лечатся как видно полностью все живые правда кроме рабов ну ладно ничего страшного тут уже возле меня скопилось три орка можно смело спускаться вот сюда и ждем пока милтон опять раскоцает своего орка вот напомню что ну кто не смотрел мое предыдущее прохождение именно первой и второй готики вот желаю вначале посмотреть их и посмотреть кто такие милтон кто такой Диего Горн Лестер которого здесь нету но он там чуть дальше это мои друзья еще с первой готики мы вместе как ни разлей вода они мне помогали в некоторых заданиях самый первый персонаж которого вообще я познакомился в первой готике это Диего он меня спас от бандитов вот Милтон был магом огня Ворн был наемником Лестер был напомню что это был этот из болотного лагеря дружбан так главное успеть убить этого разведчика потому что Милтон не шутит бьет довольно таки много а черт есть сохраняемся можно прям сюда же посмотрим что здесь еще есть воин два воина раскосанных я наверное подожду правда Милтон опять начинает драться с разведчиком но я думаю от этого воина еще пристрелю если получится если нет то придется подождать еще да на самом деле это нудно я согласен стукни его еще раз у нас а а а а а а сохранюсь Потому что боюсь Я этого орка Не убью А не могу убить Могу убить Есть Сохранюсь Ой Сохранюсь На самом деле Не очень хорошо они стали все Разбежались в разные места Этот разведчик Мне мешает обзору Попробую убить еще Милтоновского разведчика И наверное буду загружаться Сразу же после того как сохранюсь Потому что непонятно с кем там воюет Диего И может там кого-то непонятно где убить Да, воина на 50% уже разнес Диего Блин, так херово стал Милтон Милтон, что ты творишь? Да, придется загрузиться сразу же Потому что сами видели Милтон сразу его убил И весь опыт достался ему А не мне Меня это не устраивает Если честно Очень плохо начал Намного лучше Когда они здесь кучкуются А так Диего побежал в одну сторону В город в другую Милтон тоже на улице И за всеми сидеть Не получается Свалить с экрана, да До новых встреч Кожьи Г�ィ Ого Ого Кажись мне не удастся никого спасти Милтон слишком далеко со своим разведчиком, отсюда мне его не поразить наверное Блин Не получается Не получается Ладно, план Б Я тебя прикончил Кстати, игруху я залил на SSD-шник, но боюсь Это не спасает игру вообще Все равно, блин, она подлагивает Напомню еще чем отличается легкий уровень от тяжелого Ну во-первых, это количество выстрелов, которые нужно сделать урку, чтобы он сдох Я бью их вообще очень мизерно, чтобы убить разведчиком я считал мне нужно сделать где-то 9 выстрелов, может даже больше Причем все выстрелы в голову, чтобы было больше урона Могу он продемонстрировать Даже больше, да? Намного больше Вот, 9 выстрелов Ой, 9, да там-то хера на самом деле выстрелы, но смотрите сами Вот, в то время, когда на легком уровне сложности еще не с 2-3 выстрелов убивают разведчик Во-вторых, враги бьют Как психи просто Очень мощно пробивают Так, что там с горномским? Вот, в-третьих Одновременно нападают на меня не один орк, как было раньше Ну, вернее, как на легком уровне сложности То есть я нападаю, допустим, если я нападу на вот эту толпу И тут стоит, я не знаю, человека 3 То на всего лишь один из них на меня нападет Все остальные Все остальные Все остальные просто навсего Будут стоять и смотреть в сторонке Как во всех боевиках Про драки Есть Есть Сохраняю И перезагружаю сразу Чтобы восстановить всех раненых орков Ну Если кому не нравится такой способ Простите уж меня Я хочу и сюжет Чтобы остался Вот И Чтобы это было реально Хардкорно И тяжелый уровень сложности Потому что да Я мог на легком пройти Этот город Я почему-то упал Мог на легком уровне сложности пройти Да Мог Мог вообще сюда не идти Да Мог сразу же Как я и рассказывал Пойти И грубо говоря Выполнять другие задания Так и не понявшись Что произошло Здесь А сюда вернуться Уже прокаченным Магом Когда я смогу Убивать Орков Довольно таки шустро Шаровой молнией Хотя знаете Если честно Если сюда прийти Уже после того Как я выучил Какой нибудь Фаербол Или айсбол Или неважно Какой нибудь Из этих вот Заклинаний Так Секундочку Мы это уже считали И это мы уже считали Какой нибудь вот Либо Фаербол Который кстати Меньше маны Ест всего лишь 30 Да Либо этот А они одинаково Едят Либо Это То грубо говоря Было бы намного Эффективнее Блин Горн там вообще На своей волне Дерется Не в тему Надо будет идти И ему потом Помогать Вот И Самонаводящимися Снарядами Добивать их Намного легче Как ни крути Ладно Я добью сам Этого Разведчика Блин Можешь Мудак Сохранить Загрузить Я тебя прикончу И Наверное Пойду я Сразу Гордон Сейчас Немножко Разлагаю Нет Не отстают Они от меня Эти орки Я тебя прикончу Я тебя прикончу Я тебя прикончу Милтон Милтон дерется С главой Боюсь он его Не втащит То наверное Нужно пасти Диеговского Разведчика Вот как видно Диего Милтон И Ворн Играют На легком уровне Сложности Потому что Одновременно Их бьет Всего лишь Один противник Слабаки Блин В плохом месте Стал Враг Конечно Главу Неплохо бы Формануть Блин Не вижу Что там У Горна Он сейчас Может своего Ушатать Блин Блин Только что Видел Видел КП Придется К сожалению Опять Сохраняться И загружаться Милтон Милтон Тут неплохо Раздал Или потом Конечно Ну я Сохранюсь Спущусь Ниже Что было бы Больше вероятность Попадания В разведчика Этого О Вижу Разведчика Горна Блин 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 Фигово Фигово На самом деле Мазила Вообще Тут очень тяжело Попасть Этого Дебильного Лука Когда Противник Дерется С другим Противником Потому что Они Прыгают Вперед Назад Постоянно Затянется Наверное Видюшка Очень сильно Пока Мы все Таки Тут Не освободим Город Вперед И наверно Все таки Горно Помогу На самом Деле Надо Придумать Как Обхитрить Врагов Блин Они Все Втроем На него Напали Не Получилось Ну Я Сделал Все Что Мог Я Убью Тебя Я Тебя Напустил Судя По всему Милтон Дерется С разведчиком Там Там есть Один Арбалетчик Главное Чтоб Он Не Убил Лучше Арбалетчиков Сразу Убивать Самому Убил Убил Милтоновский, Диеговский, блин, у меня сразу три разведчика, блин, понятно, Милтон своего поменял, и у этого старосты, самый раненый, наверное, у Диего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин Милтон, скотина вообще редкий, я вам говорю Такой редкостный скотина, его хрен победишь, блин Я тебе покажу О, бери с головой, блин, потому что ты задолбал уже О, бери с половиной, аię, аюй, аюй Ай, аюй, аюй Я бы конечно Порастреливал бы их Но боюсь у меня было 50 стрел Стало 35-15 стрел я уже по ходу дела Просрал Поэтому не советую вам стрелять здесь с лука Лучше делать Ласт хиты Как какой нибудь Мударской доте Этот разведчик мне нравится Он там практически застрял Короче Дерется с Диего Диего его однозначно побеждает И так как он практически не шевелится Его отсюда очень слегка будет снять Давайте я еще парочку Один-два удара Есть И я получил уровень Если вы заметили Первый из шести Милтен стал драться Горн там до сих пор дерется Еще одного я завалил И сразу же загружусь В этот раз я решил завалить его с меча Потому что те бы орки не успели бы добежать А я тут в принципе успел сделать Три удара Дай по нем Неаккуратно конечно Надо было немножко подождать Но я поспешил Но не важно Милтон дерется с разведчиком На самом деле это очень плохо О Диего дерется с воином Почему плохо Потому что я опять его хрен собью оттуда Милтон его как всегда скотина убьет Что там с горном У горна кстати наполовину раненый разведчик Я вот что думаю Может я попасу горна у скала О О О О Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно, короче, опять я запорол все, блин, офигеть. Так и знал, что начну записывать, начнется такая хренотень, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА